Спасибо большое. Я, во-первых, хотела бы поприветствовать тех людей, которые сегодня в этот ненастный вечер все-таки добрались до нашего центра. Спасибо, рада вас очень видеть. У меня это отчасти, наверное, можно назвать дебютом, поэтому есть некий элемент волнения. Будьте ко мне снисходительны и великодушны. И я сразу бы хотела вас попросить о непосредственном участии в нашей сегодняшней встрече. Ну, конечно, так будет получаться, что больше говорить буду я, но, тем не менее, мне тоже хотелось бы вас услышать, потому что тема координаторства волонтерской группы – это тема неиссякаемая, тема, которая не может быть, наверное, освоена человеком до конца, сколько бы он не уделил этому времени. Поэтому я тоже буду рада напитаться от вас каких-то идей, обратной связи, мыслей, призывая вас всячески участвовать. Традиционно принято начинать любое общение со знакомства, наша встреча не будет исключением. И так как сегодня мы проводим это мероприятие на базе движения «Даниловцы», и я сотрудник этого движения, поэтому хотелось бы вас познакомить сначала с небольшой визиткой движения «Даниловцы». Как я из своего опыта могу сказать, проще любую информацию воспринимать в наш цифровой диджитал-век, проще информацию воспринимать, когда она оцифрована. Поэтому несколько цифр, думаю, что они особо будут интересны тем людям, которые о нашем движении пока мало что знают, а может быть и вообще ничего не знают. «Даниловцы» — это добровольческая организация, которая в наступающем году будет отмечать свое семилетие. Сейчас она состоит из порядка 800 волонтеров. Конечно, в активном статусе гораздо меньше людей, но тем не менее 800 всех зачисленных, они все равно из нашей орбиты не выпадают. Так или иначе, пусть удаленно, пусть дистанционно, но тем не менее они тоже с нами, тоже помогают, тоже откликаются. Сейчас в движении действует 20 волонтерских групп, 17 из которых помогают детям и подросткам в Москве и Подмосковье, и три группы работают со взрослыми людьми. Если говорить о итогах работы всего движения, то в год мы совершаем порядка 4 тысяч. Точнее, мы проводим порядка тысячи встреч, в ходе которых поддерживаем около 4 тысяч подопечных. Хорошо, спасибо еще раз всем. Я тоже представлюсь. Меня зовут Анна Гребян, я координатор добровольческого движения «Данилцы», как вот уже Александр сказал, и я, может быть, по сравнению даже с Аней, с Юлей, с другой Аней, с Настей, я, может быть, даже не таким гигантским опытом обладаю координаторской работой, но думаю, что смогу вам оказаться полезным еще и с другой стороны, потому что в движении «Данилцы» я являюсь не только координатором в детском доме-интернате номер 15 для умственных отсталых, но я еще и выполняю ряд административных функций в нашем движении. Поэтому, скажем так, я стою на перекрестке интересов благотворительной организации и волонтерской группы. Поэтому у меня такая немного действительно присутствует многоликость. Я сама, с одной стороны, являюсь как бы над собой начальником, с другой стороны, сама себя отчитываюсь за свою работу и являюсь и администрацией движения, и являюсь и координатором волонтерской группы этого движения. Поэтому буду рада поделиться с вами теми какими-то практическими наработками, которые у меня за это время возникли, как в ДДИ номер 15, так и будучи сотрудником движения «Даниловцы». Пару слов скажу о ДДИ. Здесь меня, пожалуйста, Юля, поправляйте. Я могу что-то, может быть, упустить. Детский дом-интернат номер 15 для умственных отсталых находится в Москве. В Западном административном округе он является вторым по величине подобного рода учреждений в Москве. И там находится на данный момент порядка полутысячи детей с различными формами умственных отсталостей, с такими тяжелыми поражениями, а также со средней и легкой степенью отсталости. Наши волонтеры занимаются организацией прогулок для детей, которые находятся в отделении милосердия. Это детки преимущественно как раз с тяжелыми формами поражения. Многие из них не передвигаются самостоятельно, они не коммуницируют с миром привычным образом. Но, тем не менее, мы считаем, что в этих детей тоже нужно вкладывать и силы, и время. И от этих детей мы получаем тоже не меньше. Поэтому как раз ценность волонтерства с этими детьми у нас особенно чувствуется. Два слова скажу о том, как мы оказались в этом учреждении, и поделюсь тоже опытом даниловцев. Опыт даниловцев в организации «Новой группы» он таков, что мы не пробиваем стены, потому что дело это неблагодарное. И если тебя не хотят видеть в учреждении, то как бы ты туда ни рвался, но, скорее всего, даже если тебе удастся туда попасть, то все-таки, скорее всего, из практики ваше взаимодействие окажется очень недолгим. Поэтому мы проповедуем все-таки взаимное расположение, когда учреждение готово принимать у себя волонтеров, и когда в движении, я буду говорить от движения, потому что все-таки являюсь сотрудником движения, а не волонтером-фрилансером, и когда в организации есть человек, который готов эту работу курировать. Здесь очень важно, еще раз я хотела бы ваше внимание на этом заострить, что успех создания волонтерской группы складывается из этих двух параметров. Готовность учреждения принимать у себя волонтеров и готовность движения иметь человека, который будет отвечать за эту работу. Скорее всего, если вы человека туда направите, скажете, вот тебе лопата, отправляйся и трудись, то, скорее всего, опять же, ничего не получится, потому что должно быть со стороны волонтера, а мы все знаем, что добровольный человек, который все делал по доброй воле, должно быть искреннее его желание брать лопату и вскапывать эту грядку. Поэтому в детском доме номер 15 мы оказались, потому что была потребность и был призыв со стороны администрации, и сейчас я могу сказать, что администрация, она сохраняет вот этот дружелюбный настрой, хотя, конечно, у нас бывают какие-то там шероховатости, но тем не менее мы находим общий язык, и это очень важно. И в движении оказался тот человек, который был готов заниматься работой именно в этом учреждении. На тот момент я действительно думала о том, чтобы возглавить какую-то группу. Мне это очень откликнулось, потому что я сама по себе такой человек, что мне тяжело в больнице быть, я вот, например, не смогла быть больничным волонтёром, это для меня свыше моих возможностей. И опять же, род занятий, который необходим именно в этом учреждении, организация прогулок, мне он доступен, и мне он посилен. Теперь я хотела бы снова обратиться с вопросом к вам, мои дорогие, те, кто уже вовлечён в эту деятельность, а также те, кто только стоит на пороге. Скажите, пожалуйста, что вам даёт или что вы думаете вам даст организация создания волонтёрской группы? Какие преимущества? Что лично вы от этого получаете? Как координаторы? Поделитесь, пожалуйста. Какие бонусы, какие плюсы, какие радости? Да, конечно, можно без руки, так, в формате диалога. Ну, это очень интересная работа для меня, потому что она включает множество всяких функций, начиная от того, что ты генерируешь идеи, что можно сделать как волонтёр, и заканчивая тем, что ты как-то, не знаю, не то, что ты имеешь право, а вот как-то ты можешь организовать людей, то есть ты, ну, как бы, общаешься не только в свою оттёру, но у тебя есть больше возможностей связаться с администрацией, решить какие-то вопросы там по улучшению вот этого всего, как бы наладить контакт, плюс там дополнительные какие-то обязанности, там, ну, мне очень интересно, там, составление планов, списаний, не знаю, каких-то графиков, каких-то полезных презентаций, ну, вот моя задача как координатор, я считаю, чтобы это работало, чтобы, ну, механизм работал без меня, то есть я как бы вот, как бы иногда появляюсь там, ну, постоянно, то есть я в этом нахожусь, но при этом, если бы, там, мне надо куда-то ехать или ещё что-то сделать, то, как бы, этот механизм работал без меня. Я понимаю, что, ну, вот сейчас мне это интересно, действительно, это интересно, я себя саморализую, там, как режиссёр, например, мы делаем мультики, и как руководитель, то есть вот я могу со стороны там посмотреть, как правильно общаться с людьми, как вот, почему люди приходят, это же тоже очень, ну, особенные люди приходят, в любом случае. Да, конечно. Общение, вот это, и, ну, в то же время я понимаю, что когда-то вот можно успеть такой момент, когда, что мне, ну, мне не получится, например, ходить туда, а вот с каждым, с каждым посещением вот эти ребята, они для меня всё важнее и роднее, и я хочу, чтобы вот я их оставила на, как-то, на хороших людях. В надёжных руках. Понятно. Здорово, очень ответственная позиция, такая настоящая координаторская. То есть, Настя, если резюмировать, это, с одной стороны, это возможность личного творчества, да, с другой стороны, насколько я уловила, это какая-то степень свободы. То есть вот сейчас эта группа, это некий какой-то вот, да, живой организм, на который ты можешь повлиять так, как вот ты, как координатор, ты это видишь, да. Да, безусловно, и это, ну, вот, помогает в жизни, потому что тебе надо сталкиваться с людьми, или человек не очень общительный, закрытый, а здесь надо контактировать с людьми, и это очень мне помогает, потому что, ну, люди разные, каждый нам найти... Иметь договариваться, искать общий язык, да. Мне социализация очень помогает. То есть свобода, творчество, какие-то новые навыки, да, это те плюсы, которые лично вы, как координатор, или получите, или можете получить от создания, собственно, волонтерской группы. Что еще, может быть, те, кто люди с опытом, да, что-то еще могут добавить к этому? Создание группы, это вообще очень такой значимый шаг. Я, например, не смогла этого сих пор достигнуть. То есть, ну, может быть, исходя из специфики тех людей и вида младерства, которое предполагает розовый стен, но вот у меня вот то, о чем говорила Настя, пока даже такого нет. То есть, вот это все так классно звучит, что в свободное время я ухожу, оно само работает, вот у меня получается, что если я ухожу, оно не работает вообще. Вообще. Ну, то есть, вполне возможно, я не вижу чего-то, вот, что лежит, прогрыт, моим носом, чего-то маленького, какого-то нюанса, который может быть достаточно сделать, чтобы это все заработало. Вот я пока... А какие плюсы? Вот что-то уже есть, что вот как-то греет, что радует? А вот плюсы, я как-то вот уже, я уже о них даже забыла. Может быть, как раз настало время вспомнить, а зачем вообще это я делаю? Да, я просто вспоминаю, как я вот два года назад, как это все начиналось, и действительно я такой вижу прогресс, то есть прогресс действительно идет... Личный, да? Личный, личный прогресс. То есть я представить себе не могла, что я буду общаться, и общаться так легко с таким количеством людей. Разных тысяч. Разных, совершенно. Я не могла представить, что я смогу делать то, что всегда считала, что я не могу делать. Я не могла писать тексты, я их научилась делать. Браво. Я не могу делать нормальные фотографии, я их научилась делать, потому что это, ну, как бы, понадобилось, да, тут у тебя либо все упадет, либо ты сделаешь. Вот, то есть личный, личный рост очень-очень сильный, он очень заметен, и о нем, да, и о нем важно не забывать, как оказывается. Хорошо. То есть, смотрите, координаторство, есть ли кому-то что-то еще добавить? Потому что у нас высказались Настя, Аня. То есть если кто-то что-то хочет добавлять, добавляйте, да? То есть мы с вами поняли, что координаторство – это не просто какая-то такая повинность, которую вы несете, причем совершенно бескорыстно. Это еще и, ну, не люблю это выражение, но никуда от него не уйдешь, это личностный рост, да? В первую очередь именно для вас, для вас как человека, который стоит над этим процессом. Но помимо плюсов есть, конечно, еще и обратная сторона медали. Это большая доля ответственности, которую несет этот человек. Это определенные обязательства перед людьми, людьми, с которыми взаимодействует координатор группы. Это, конечно же, как вы понимаете, это где-то, возможно, отказ от собственного «я», от своих собственных интересов, да? В угоду вот этого дела общего и людей, которые за ним стоят. Ну вот если говорить о сферах ответственности, то давайте мы с вами накидаем, с кем координатор группы взаимодействует? Кто те аудитории людей, с которыми координатор должен выстраивать отношения? Ну, кого набросаем? Ну, в первую очередь это волонтеры. Волонтеры, да. Второе – это обратная сторона, то есть это то место, где волонтеры волонтерят, куда они приходят, администрация – это учреждение. Но чаще всего это какое-то учреждение. Да. Администрация – это учреждение. На мой взгляд, еще пресса. Достаточно большое количество времени может занимать, особенно здесь вводятся какие-то мероприятия, такие громкие. Не ежедневная выключная работа, а что-то типа пресса. Котографы. Ну, это тоже, собственно, тоже волонтеры, но они немножко противверхные. Еще, есть ли какие-то люди, с которыми… Организация, от которой ты выступаешь, волонтеры. Сама организация, да, с которой, участником, которой ты являешься. Собственно говоря, конечно. Все-таки не будем забывать о тех, ради кого все это, собственно говоря, делается. Друзья, но мы с вами на одной волне, потому что я, когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, набросала точно такие же вот четырех китов, на которых, собственно говоря, и зиждется работа координатора волонтерской группы. Это, собственно говоря, движение, да, или движение волонтерское, да, или это администрация фонда, при котором существует волонтерское направление. Это сами подопечные, это администрация учреждений, в котором работает группа, и это волонтеры. Сейчас я хотела бы, чтобы мы с вами поговорили, наверное, о каждом из… о каждой из ячейки этого пазла, чтобы понять, что стоит за этим, да, что мы понимаем под взаимодействием с движением, да, и, может быть, поговорили, какие есть… И вот здесь я прошу вас, готовьте, может быть, какие-то истории из жизни, какие-то, может быть, ваши примеры, да, которым вы можете проиллюстрировать для коллег и новичков, удачные и неудачные примеры взаимодействия, да, с каждым из этих пунктов. Давайте мы начнем с движения, да, с администрации движения или администрации благотворительного фонда, при котором существует волонтерская группа. Как мы взаимодействуем, как координаторы, как мы взаимодействуем с движением? Вот в чем это выражается? В каких действиях? В Данилове, например, у нас есть ежемесячные отчеты о том, что мы провели, плюс с движением, которое занимается сайтом, она периодически просматривает нашу группу, то есть мы кладем туда отчеты после каждого занятия, то есть она смотрит такие самые яркие, выкладывает новости. У нас происходят ежемесячные собрания координаторов всех, плюс еще сейчас у них такую хорошую штуку, это как беседа двое-надвое, то есть когда есть, например, только два координатора какого-то направления определенного, и с ними уже полную беседу, потому что мы можем уже задать вопросы, какие-то со своими проблемами прийти, если что-то не решается. Когда 20 направлений, 20 координаторов, то есть это решение не всегда удается, не всегда есть время. То есть смотрите, взаимодействовать с, вообще быть координатором, это чтобы мы поняли, мы сейчас с вами говорили о плюсах, но на самом деле у координаторства есть еще обратная сторона медали, и на самом деле координаторство приносит для координатора много головной боли, и много разных всяких обязательств, которые теперь он должен нести. В частности, как правильно я сказала Настя, и как, наверное, это существует в любой организации, координатор по отношению к движению, он обязан отчитываться о своей работе. Отчеты бывают как текстовые, так бывают и фотоотчеты. Также здесь важно понимать про отчетность финансовую. Особенно это актуально для нас, так как мы волонтеры, которые осуществляем такую нематериальную помощь нашим подопечным, а вот для сотрудников фонда, здесь, наверное, может быть Маша как-то поделится, не знаю, своим опытом, или может быть Юля, для координаторов волонтерских групп в благотворительных фондах еще существует и финансовая отчетность, потому что многие из подопечных получают помощь медикаментами, расходными медицинскими материалами, и за это этот документ-оборот ведет тоже координатор волонтерской группы в этом учреждении. Что еще из вашего опыта, какая еще ответственность и нагрузка лежит у координатора волонтерской группы по отношению к его организации? Что еще? Есть ли что-то, что можно добавить из вашего опыта или из ваших ожиданий? Еще из моего опыта могу добавить, что еще ожидается от координатора креатив и новые идеи. То есть, что предполагается, что координатор не только будет вести текущую работу, но еще предлагать какой-то прогресс, новые идеи, новые возможности. То есть, что-то в этот новый проект. По отношению к движению, к движению. А, например, Аня, расскажите, пожалуйста, что это вот у вас, да, в организации? Ну, у нас это... Сначала у нас была рост без стен, и, ну, она как бы... Предполагается, что она есть, да, она идет. То есть, к ней все потихонечку привыкли, и она уже стала нормой. Не сказать, что бы этого стало не хватать, вовсе нет, но я почувствовала такое ощущение, что этого не хватает. Вот. Ну, и так сложилось. То есть, у нас это вылилось в некий интерактив. Мы сейчас делаем интерактивные доски с командой «Город Друг», есть такая проектная команда, и «Диайвай Академия», общественная столярная мастерская. Мы делаем только совместный некий проект. То есть, это вот продолжение веселого коридора, потому что это о том же, это в тех же коридорах, это те же стены, но это интерактивные вещи. То есть, мы делаем магнитные доски, на которые волонтеры делают конструктор. И дети вот в этот конструктор, они играют, то есть, он в каких-то общих местах оканавливается, и они играют в свободное время. То есть, такая идея свободной игры. То есть, организация от координатора, она ждет какого-то его прогресса, да? Если резюмировать, чтобы это была не только какая-то твоя текущая деятельность, которую ты занимаешься успешно, но еще какие-то новые зоны твоего роста. Да? Правильно я понимаю? А что еще мы можем проверить? А что еще мы можем, да? Для наших подопечных. То есть, нужно понимать, что, опять же, я могу вот это подтвердить, так как я в нашем движении занимаюсь еще частично пиаром, продвижением в социальных сетях, работой в электронном пространстве. Да, я могу совершенно точно вам сказать, что аудитория, которая является лояльной вам, она является вашими подписчиками в соцсетях, читателями вашего сайта, ее нужно удивлять, да? А удивление это происходит как раз в наших учреждениях. Потому что если, ну, к примеру, мы каждый раз будем рассказывать о том, что вот вчера мы погуляли с пятью детьми, а сегодня мы погуляли с четырьмя детьми, а послезавтра мы погуляем с шестью детьми, то, скорее всего, интерес к этой деятельности, он у людей, которые вращаются в вашем информационном поле, он очень быстро остынет. Потому что все время говорить об одном и том же, ну, людей, простите, как бы за это слово, ну, их просто стошнит, да? Есть столько сладостей. Поэтому, конечно, в нашей деятельности, и от нас этого ждут, должна быть доля какого-то творчества, да? И, конечно, ваша организация, она может быть неявна, но тоже от вас этого ждет. Что еще? Если кому-то что-то добавить, может быть, Аня поделится чем-то, нет? Как сотрудник Шередаль, что ты как куратор, может быть, волонтерских смен, какую нагрузку, да, ответственности несешь перед самой организацией? Ну, перед, не знаю, просто... Я все-таки не сотрудник, я все-таки остаюсь волонтером. Волонтером. Да, остаюсь волонтером. Много там, как-то, вопросом, как это занимается. Ну, наверное, все-таки я отвечаю за то, чтобы все работало. Наши руководители и ученики смен, они взаимодействуют больше с нами, чем с волонтерами, потому что до всех волонтеров сложно, даже физически решать, успеть, чтобы делать, они взаимодействуют с нами. Мы отвечаем за какую-то сельную организацию, процессы, чтобы это все работало, не болилось. И, конечно, все-таки мне, наверное, лежит сама большая ответственность за волонтеров. Я делаю так, чтобы они могли наслаждаться процессом, чтобы у них все работало, чтобы они на что-то не отвлекались. Там какие-то технические вопросы решаю, я там взаимодействую как раз с организаторами, с сессами, решими вещами, которые у меня не должны заниматься на сменах, они должны заниматься только этим. Аня сейчас сказала гениальную вещь, которую администрация любого фонда или любого волонтерского движения, она ждет в первую очередь от вас, от координаторов. Она ждет стабильности, она ждет регулярности, и она ждет того, что вы этот процесс будете вести долго, счастливо, и у администрации движения голова о вашей группе болеть не будет. Это, пожалуй, задача номер один и ответственность номер один координатора любой волонтерской группы. Обеспечить эту работу так, чтобы, как сказала Настя, процесс шел, со мной ли, без меня ли, и, как сказала Аня, чтобы дело продолжалось. Это номер один для координатора любой волонтерской группы, как самостоятельной, так и интегрированной в благотворительный фонд или в структуру какого-то волонтерского движения. Поэтому, резюмируя этот слайд об ответственности перед вашей организацией, давайте мы еще расскажем, что А, координатор – это тот человек, который обеспечивает эту ровную, стабильную работу группы, он несет ответственность за отчетность перед движением, перед жертвателями, перед грантодателями за работу, потому что люди жертвуют не нам, они жертвуют нашим подопечным через нас. И, соответственно, люди, которые оплачивают нашу с вами работу, они хотят все время видеть подтверждение, что их деньги, они расходуются целевым образом. Поэтому для любой честной, порядочной благотворительной организации очень важно давать обратную связь людям, которые поддерживают, в том числе и финансово. Давать обратную связь финансовыми отчетами, отчетами о работе, фотографиями, обратной связью от подопечных. Вот всего этого от вас, как от координаторов, ждет ваша организация, ждет ваше движение. Это одна сфера деятельности координатора. Вот как мы поняли, что координатор, он так вот, четырех руки должен быть, и каждой рукой он должен держаться за одну из вот этих вот ниточек. Одна из этих ниточек, это как раз связь движения. Дальше администрация учреждения. Вы совершенно правильно назвали, что без хорошего, доброго расположения с администрацией учреждения у нас вряд ли что-то получится. Здесь тоже я прошу вас поделиться опытом и, может быть, рассказать о том, ну, может быть, это будет не очень приятно, но, опять же, для людей, которые только-только приходят, иногда эти примеры, они оказываются намного эффективнее, лучше каких-то пустых слов. А рассказать, может быть, на своем примере о том, если это было, о том, как взаимодействие с администрацией учреждений не получалось и, может быть, к чему это привело. Вот готов ли кто-то поделиться, может быть, каким-то таким неприятным опытом, чтобы, ну, проиллюстрировать, что дружить и поддерживать ровные, уважительные отношения с администрацией учреждений, это важно, это один из залогов успеха. Настя, да? И Аня, отлично. Ну, я не скажу, что он очень негативный, скорее, это форма, но очень приятный. Первое, это, наверное, то, что администрация тоже бывает разной, то есть есть, там же тоже у них иерархия особая, и связывались с несколькими людьми, то есть воспитатели, которые непосредственно работают с детьми, там, еще одни воспитатели, вот какой-то медперсонал, и само администрация, то есть заведующий. И все говорили, ну, там надо было спланировать это мероприятие, то есть было очень важно, чтобы было там определенное количество детей, определенное время, то есть потому, что он даже на фотографии ходил, и проводил какой-то другой человек, то есть мы приглашали, вот, и все эти люди говорили разное, разное время, разные требования, разные требования, разные количества детей, еще плюс дети такие, иногда полегали, поэтому иногда может резко занятие как-то вот, чуть ли не отмениться, вот, потому что произошли какие-то коллизии, и вот у меня была до последнего тряска, о том, что мы попросили человека, а вот он сейчас придет, а сейчас никого не будет, и что тогда делать, вот, ну, в принципе, понятно, что, ну, он придет, ну, как-то ничего, я как-то очень сильно переживала по этому поводу, вот, но все хорошо, все, но каждый раз вот так вот есть такое небольшое напряжение, того, что вот сейчас как бы одни дали добро, а другие сейчас скажут, что нет, как бы, сейчас нельзя, вот, и вторая ситуация вот сейчас, которая происходит, по неаккуратности, то есть совершилась какая-то ошибка, как раз вот были несобъективные правила учреждения, то есть, ну, волонтер очень, как бы, так эмоционально высказался, в сторону того, что как там бедные несчастные дети сочетали, да, и администрация в лице психолога сказала о том, что не приходите на обратную связь, как бы, и как бы, определенные волонтеры не больше не приводите, и вот в этом времени я не могу достучаться до этого на голове у психолога, чтобы мне с ним поговорить, что можно ли нам установить обратную связь и поговорить по поводу вот этого волонтера, потому что я вижу, что он очень перспективный, вот, потому что никто не знает, когда этот человек работает, когда я прихожу, его нет, то есть, какие-то, может быть, неосторожные действия, они привели к тому, что вот сейчас, да, приходится какие-то вот эти вот разгребать последствия, да? Да, разгребать последствия, но главное, что я не могу связаться с администрацией, потому что я узнала еще поза-поза-поза прошлого координатора, что у нас в этом учреждении вообще был как бы куратор, психолог, который ежемесячно встречался с волонтерами, рассказывал о ситуации, которая происходит, ну, в принципе, как-то помогал. Вот сейчас эта девушка, она в декрете, и... То есть связь потелена, да? И как-то связи были потелены, и, ну, вот в мое время, когда я уже была еще волонтером, ну, у нас уже вот этого не было, это традиция, то есть, в принципе, связь как-то с администрацией была довольно шаткая. Вот. Понятно. Хорошо, действительно, вот то, что сказала Настя, я к этому, ко всему присоединяюсь. Давайте, смотрите, если мы работаем в учреждении, а больницы, это социальные учреждения, это колонии, это наркодиспансер, в каждом из них есть свои правила. Они могут быть очень разными, иногда они нам могут показаться даже странными, да? Но, тем не менее, мы гости в этом учреждении, поэтому, приходя в гости, мы чтим правила хозяев и не саботируем те традиции, которые существуют здесь. То же самое, приходя в волонтерскую группу в это учреждение, конечно, мы должны в первую очередь помнить о том, что мы номинально никакой ответственности там не несем. И, тем не менее, наши какие-то неостороженные, неаккуратные деяния, они могут вызвать цепочку таких негативных последствий, за которую могут юридически нести ответственность сотрудники этого учреждения, да? Потому что мы волонтеры, мы не сотрудники, мы не несем ответственности, грубо говоря, а они несут вплоть до уголовной. И, если говорить о медицинском учреждении, то там эти требования, они могут быть, исходя из заботы о здоровье и состоянии подопечных. Поэтому чтить правила того учреждения, в которое мы приходим, это неуклонная задача координатора группы. И обеспечить в группе соблюдение этих правил, это его обязанность номер один, я считаю, по отношению к администрации учреждения. Я поделюсь опытом наверное не нашего движения, но в случае, если вот это саботируются группы, то действительно я могу сказать, что очень быстро двери учреждения захлопываются для волонтеров, и причем они захлопываются не только для этого, для этой организации, потому что администрация детского дома не будет разбираться вы даниловцы, еще какое-то учреждение, еще какая-то еще, да, все, все, всем до свидания, всем отказ. И иногда, да, очень такие, это свойственно, вот по моему опыту, иногда это свойственно молодым волонтерам, которые приходят, они еще не нюхали пороху, что называется, да, и человек приходит, и он говорит, да как же это так, вообще, что за нечеловеческие условия, сейчас я добьюсь справедливости и правды, я пойду к директору и всем открою глаза на это. И задача координатора, да, в том числе вот эти процессы внутри группы регулировать, потому что своими вот такими вот неосторожными деяниями, да, такой горячий волонтер, он может надолго, а может навсегда испортить отношения с администрацией учреждения и лишить поддержки подопечных и лишить возможности вот такого служения всех остальных волонтеров. Сейчас это коснулось досуговых волонтеров, а по отношению к медицинским волонтерам, вот, наверное, Юля не даст соврать, требование медицинских справок оно было всегда, да, поэтому по отношению к учреждению второй пункт и вторая обязанность это подтверждение удовлетворительного качества здоровья. В разных организациях этот вопрос решается по-разному, я могу сказать, что в Даниловцах мы, как участники союза волонтерской организации движений, вопрос со справками и медобследованием решили на таком, как бы, на общем уровне, наши волонтеры, кому нужны эти справки, они могут пройти экспресс-обследование в 220-й поликлинике за один день, ну, конечно, немножко придется побегать потратить время, может быть, и силы, но зато это бесплатно, это за один день, и через неделю у тебя на руках официальная справка и допуск к волонтерской деятельности в социальном или медицинском учреждении. Для нас сейчас необходимы четыре анализа. Результаты на гепатиты БЭЦ, результаты, отрицательные результаты на ВИЧ, мазок и ЗЕВа и флюорография. Вот четыре. Резюмирует это все терапевт и выдает заключение о годности. Я, пожалуй, присоединюсь к Насте и еще скажу, что будет очень здорово, если вы в учреждении для себя определите куратора, который будет заниматься вами. Потому что чем больше учреждений, тем действительно больше людей, с которыми вы взаимодействуете. И если у вас будет одна точка входа, это ваш куратор, с которым вы будете решать все вопросы, вам это очень облегчит жизнь. Если у вас будет телефон того человека, взаимодействие с которым вас поручит. Юля, у вас есть такого человека в ДДИ-15, с которым вы взаимодействуете? А вот это кто? Ну, я сейчас все вопросы с администрацией решаю. Светлана Гриянова, это старшая сестра. Старшая сестра. Но в основном это медицинские вопросы, правильно я понимаю? Ну, это любые вопросы, которые возникают на стыке взаимодействия. У нас достаточно жесткое правило ко всем. Никто никогда не выясняет никаких отношений к другим. Ну, то есть любой конфликт сестра была, серди, или волонтер в ней находятся, обязаны как бы не было вытерпеть ни без обратных связей. Все выясняется, передается Светлане, она уже принимает решение, если требует дальнейшего разъяснения, то разговаривает. Юль, а уточнение, то есть я правильно понимаю, что ваши сотрудники в ДД-15, они как бы двух сфер деятельности, сестры и волонтеры. У нас структура сейчас меняется, потому что сестры уходят в другое отношение, я знаю, у нас будет класс сейчас в несколько дом, в этом сегменте. Сейчас у нас, да, есть сестры, то есть те люди, которые знают детей, знают обученные технику безопасности, и к ним приходят волонтеры, которые проходят тоже достаточно сложную структуру обучения, для входа, и тоже первое время находится под присмотром сестер. Но волонтеры, они какую функционалу будут? У нас волонтеры досуга, то есть если у нас предведение все время не работали, я бы сказал, что они пытались сферами, это волонтеры досуга, которые участвуют в сайт педагогатической адаптации, то есть участвуют в жизни ребенка научить кормление, все, что максимально можно сделать, ребенок сделать сам, участвуют в этом процессе. Как правило, это все ставится на... администрация называет «Зенегидарный пост», мы называем это «Котак», лично «Котак», личные друзья. «Котак». На этом строятся взаимоотношения, это волонтеры досуга. У нас сохраняются волонтеры прогулки, и вопрос сейчас висит на полярских днях, сложившись в ситуации, потому что очень много волонтеров прогулок. А мне вы, как координатору, было бы гораздо проще конкретно на одном виде, где же разворачиваться, вещей делать. Внутри у нас есть «Изай» против этого взгляда, естественно. Кто-то говорит, что слишком большая ответственность делить одних детей между разными организациями. Я считаю, что надо все равно общаться, строить все на дамерии, потому что невозможно закрыться стены и сказать «Вы не они, мы такие». «Тут ваши, наши». «Да». И подходовать опять поделем детей, возьмем, поскольку выходит в эту работу, я тоже не считаю, это не решит задачи, которые поставили в планку, в том числе и в плане. Вот. То есть сейчас у нас как была очень интересная ситуация выстраивания чего-то нового и завершения того, что уже сделано, и волонтеры у нас сейчас присутствуют в двух объектах. Но все больше и проще и честнее сразу искать людей на более глубокий контакт с детьми. Это не каждый человек может. Да, это все-таки штучный такой товар. Да. Очень штучно, и поэтому мы достаточно консервативны в этом плане сейчас. у нас есть так называемая разовая прогулка, потому что я понимаю, что 200 человек в группе где 20 инвалидов, наверное, для людей на улице будет довольно травматично. Поэтому я можно ли ждать выход, делать прогулок разовую, аккуратно видеть, вот, как это есть. Кто-то ясно, что не появляется кто-то появляется через неделю, кто-то вообще не может уже без этого. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Для меня такое прямо сейчас вы сделали небольшое открытие. Ну, не просто, но да, интересно. Аня, что-то хотела сказать, да, еще про... Ситуации, да? А есть, может быть, какой-то, Ань, вот личный такой пример, да, потому что все-таки, опять же, для тех, кто пока недавно в этом процессе, ну, мне кажется, вот такие вот истории, они очень показательны. Может быть, есть что-то, что как-то проиллюстрировало? Мы тоже постоянно скатываемся с тем, что администрация и нянечки и воспитатели, у них в каждом свое мнение, они чаще всего, наверное, даже не стараются как-то пойти на в отношениях, не стараются в отношениях, но, наверное, не хочется лишний раз ее признавать, что они, их можно понять, конечно, они работают, так, у вас это все практически, а мы приходим на два часа, это психиатрическая бантика, да, психиатрическая бантика. Вот, и, конечно, часто у нас возникает вопрос по-моему, что там, что детям можно, что нельзя, то есть, мы часто приносим какой-то материал, который нам разрешил им заведующие, еще кто-то вроде выше организации, выше стоящей инстанции. А нянечки говорят, что мне не ушло, и тут, мне кажется, важно иногда промолчать все-таки, и вот в таких моментах я считаю, что, как, есть правило приемца на правду, у нас есть всегда администрация, всегда право пустит, понимаешь, вот, не все-таки вообще не надо это делать, что не кровать, но все равно лучше помолчать, что это, знаешь, о чем ты говорила, что руководство поверит все-таки скорее всего сотрудникам, и пойдет на встречу сотрудникам, они волонтеры, а уголиться может потом, да, уголиться может в самых разных аспектах, когда начинаешь, ты плохо поздоровался, а потом это вывезти в какой-то человек-то здоровый, что волонтеры вообще, ну, лучше всегда выключу кульсу, как-то стараться снизить конфликт. Да, это правда, вот те, кто начинает свою работу в учреждениях, это иногда очень так болезненно воспринимают, но просто нужно философски, наверное, на это как-то немножко смотреть, и действительно как-то проще и легче, да, всегда в любом учреждении действительно существует такая иерархия сотрудников, и к тебе, может быть, очень расположена администрация, учреждения, но линейный персонал, да, в лице воспитательниц, в лице санитарок, да, у них может быть свое мнение и о работе администрации, и о тебе лично, и об этих детях, да, с которыми они тут вынуждены 24 часа находиться, поэтому здесь нужно все-таки как-то маневрировать и уметь, опять же, помня о наших подопечных, ради которых это все происходит, да, может быть, уметь на что-то закрывать глаза, да, и где-то действительно может быть проглатывать, но при этом я хочу подчеркнуть, что у любого молчания есть предел, да, и бывают иногда какие-то незначительные моменты, которые действительно стоит просто не принимать во внимание, да, но бывают моменты очень такие тревожные, и здесь вероятно имеет смысл обсуждать его с вашим куратором в этом учреждении, потому что, ну, допустим, вот в ДД-15 я становилась свидетелем каких-то вопиющих, да, действий по отношению к ребенку, да, конечно, там, где идет угроза жизни, здоровью нашего подопечного, да, думаю, что молчать нецелесообразно, другое дело, что нужно, конечно, очень хорошо подумать, да, и посоветоваться с, может быть, с администрацией движения о том, как правильно себя реагировать, но то, что какие-то вещи проглатывать нельзя, да, которые бьют по нашим подопечным, это совершенно точно, вот, но, опять же, призываю вас все-таки хорошенько подумать, да, как сделать так, чтобы потом не отыгрались на подопечном, да, не запретили вам туда вход, и, ну, как-то, чтобы все вышли из этой ситуации достойно. Собственно говоря, наши подопечные, какую ответственность мы несем перед ними, и хоть правильно Настя сказала, что основные клиенты координатора группы, это не подопечные, а волонтеры, но, тем не менее, именно через наших волонтеров мы взаимодействуем с подопечными. Здесь, наверное, я бы говорила, что наша ответственность перед подопечными в соблюдении основных принципов волонтерской помощи. А по нашему такому коллективному мнению, вот, которое, как у нас сформировалось в Союзе Волонтерской Организации Движения, и я даже, когда проводила там такие вступительные тренинги, то именно эти принципы мы заявляли всем новичкам, которые приходили на собеседование, так, что эти принципы, основные принципы волонтерской помощи социальной, они звучат так, не навреди, то есть в первую очередь мы все-таки приходим сюда ради людей и соблюдать их интересы, это наша задача номер один, а не руководствоваться такой фразой, которая в нашем лексиконе благотворительном, волонтерском существует, догнать и причинить добро. Все-таки добро нужно так давать, чтобы его принимали, и если его не принимают, то оставь это добро себе. Учитывая интересы близких подопечного, особенно это актуально для волонтеров, которые работают в больнице, а не сталкивались ли вы как-то с родителями, потому что в больницах дети лежат с кем-то из близких. Есть ли какие-то истории личного взаимодействия, позитивного или наоборот непозитивного, допустим, с мамами, с бабушками? Скажет достаточно много, но я хочу начать с того, что в первую очередь наши волонтеры не взаимодействуют напрямую с детьми. У нас нет такой задачи, как в принципе. Но тем не менее мы находимся с ними во время работы в одном пространстве, и они, конечно же, все равно приходят, тем более они очень сильно этим интересуются. они, конечно, очень любой радуют живой деятельности. Примеров взаимодействия с детьми достаточно много. Именно с близкими. Близкими, конечно, в том числе. Есть плазитивные, причем сильно больше, чем негативных, может быть, я пару вспомню. Таких, где одно из отделений было, где мы хотели заведующей расписать палаты, что был таким первым опытом, потому что до этого мы только в общих пространствах расписывали, а тут очень хотелось. И, к сожалению, этот опыт оказался неудачным, потому что это оказалось технически сложным существовать. неудачным, неудачным. Мы начали сталкиваться с тем, что мы приходим в палату, учитывая, что вся администрация за, и в палате лежит четыре мамы с четырьмя детьми, и три мамы за, и четыре ребенка за, но одна мама против. И она начинает скандалить, и, конечно же, она идет, начинает грозиться всякими страшными ужасами к заведующей, к дежурному врачу, пугать всякими страшными, страшилками, которых врачи боятся, такими, как департамент, здравоохранение, жалобы туда-сюда. Вот. Конечно же, но мы просто говорим, но извините, мы вас пробеспокоили и уходим. Вот. То есть это вот такие подобные примеры негативного взаимодействия. Такое было, такое удивило всех волонтеров. Это удивило большинство медицинского персонала, который присутствовал при этом. Но как бы, как есть, так есть. А положительные примеры, они очень, ну, иногда даже забавно были. Были примеры, когда маленький ребенок подходил, и очень хотел, очень хотел с нами повязать надеюсь, но при этом боялся. Ну, маленькие дети лежат с мамой. Да. И поэтому мама подходила и вот от лица своей Алены, накрыла, вот Алена очень просит вас, нарисуйте здесь, пожалуйста, крота. Я говорю, хорошо, вы специально нашли картину, мы нарисовали в уголочке ребенка, специально крота, ребенок лежал. Я уверена, причем мы нарисовали, девочка маленькая, она буквально начала ходить, ну, там может быть полтора года. и мы нарисовали его вот, ну, практически под подоконником, то есть вот на уровне прям вот ей друга. Да, да, доступно. Да, то есть не где-то там на верху, где остальные персонажи были, по крайней мере, я думаю, по крайней мере посредине ей, не знаю, еще была история, когда, ну, у нас просто это был талантливейший, талантливейший волонтер, девушка, она общалась с ней, она собирала вокруг себя просто вот стайку, и она говорила, так, вы мои критики, давайте, критикуете, как рассказывать, как мне делать. и она все, что делала, надела вот прям так, человек 7 собиралась вокруг нее, и она делала, так, давай, из какого цвета крыша, фиолетового, розового, такого, сякого, так, пол крыши фиолетовых, пол крыши розовых, и вот все, что она делала, надела таким образом. То есть вот так, такое вот взаимодействие, да. Я по поводу родителей еще хотела бы, да, что, что вы, ну, мы, да, буду говорить, что мы, приходя в больницу, если речь идет о больнице, да, потому что в детском доме, ну, понятно, там, как бы, родители, с родителями все сложно, а в больнице волонтеры, приходя в отделение, они приходят к детям, их родителям, и иногда вот те занятия, которые приносят волонтеры с собой, они одинаково нужны и детям, и этим родителям, да, и поэтому вы тоже не сбрасывайте со счетов, что в больнице вы такую двойную терапию оказываете, да, и ребенку, которому вы даете возможность отвлечься, потому что ко мне приходят на собеседование волонтеры и говорят, слушайте, а зачем вы помогаете детям в больнице? Ну, у них же есть родители, вот надо помогать тем, у кого родителей нет. И я скажу честно, я тоже раньше так думала, да, а потом, когда ты в это погружаешься, и тебе совершенно с другой стороны эта ситуация открывается, ты понимаешь, что ребенок, который проводит, допустим, 4 месяца в этом кафеле сером, да, при этом он приехал из Нарьянмара, и при этом ему 6 лет, и ему хочется поиграть в салочки, или там пинать футбольный мяч во дворе, а он привязан к капельнице, да, или там должен проходить какие-нибудь там тяжеленные реабилитации, ты для него единственный такой глоток свежего воздуха, да, который раз в неделю к нему приходит и готов именно ему послужить, да, и дать пространство для самореализации. Но при этом ты такая же палочка-выручалочка для бедной мамы, который, возможно, даже тяжелее, чем ее ребенку, потому что, во-первых, ее дорогое чадо, оно болеет, во-вторых, как бы она тоже вообще совершенно оторвана от всего мира, и ей некому помочь, она там одна, да, и иногда родители сами подключаются к этой терапии, да, они сами с удовольствием вот так, а иногда для них-то возможность 2 часа, ну не знаю, просто почитать книжку лично для себя, да, и, с одной стороны, волонтер, он для родителей, он может оказаться такой тоже большой палочкой-выручалочкой, но при этом здесь важно не свалиться все-таки в ревность родителя, потому что важно понимать, что ты такой человек-праздник, да, который приходишь раз в неделю, и тебя любит ребенок, и ты его так любишь, а вот эта бедная мама, которая неделю не может помыть голову, которая уже устала, которая измотана, которая вся на нервах, которая срывается на ребенка, и получается так, что мама злая, а волонтер добрый, и, конечно, мы тем самым непроизвольно можем вызывать со стороны мамы ревность, да, и это понятно, это логично, поэтому для больничных волонтеров, да, учитывать интересы близкого подопечного – это тоже такая отдельная ответственность, да, ответственность перед родителями. Я бы хотела сказать, что по отношению к подопечным, координатору группы очень важно уметь выстраивать границы, и если вы как координатор видите, что ваши волонтеры, они эти границы, да, или попирают, или не могут в силу их молодости пока правильно выстроить, то вы как координатор тоже за этим, пожалуйста, следите. – Часто эти границы, они бывают нарушены в группах, которые работают в социальных учреждениях, где у детей совершенно сбиты нормальные представления о границах. Дети, которые воспитываются в казенном пространстве, не в пространстве семьи, И которые не понимают, что вот это мое, а это твое, потому что там все общее, там все встают в одно время, все идут на горшок в одно время, все едят в одно время, едят то, что всем положено. У тебя нет выбора, ты один из винтиков этой системы, поэтому прицелы и все как бы про личные границы и личные пространства, они у этих детей напрочь сбиты. И иногда бывает так, что волонтер, приходя в социальные учреждения, слышит от ребенка, ой, а подари мне телефон, и волонтер, он движимый какой-то там, ну не знаю, жалостью или чем, конечно, он, ну добрый, ну что же я буду, бедному ребенку я, ну конечно, возьми мой телефон, ну я себе, значит, там, какой-нибудь там выправлю новый, а ты, пожалуйста, бери. Причем эти границы нужно уметь выстраивать, ну как бы в любую сторону, да, и со стороны волонтера, и со стороны подопечного, да, и координатор, он вправе влиять и на границы со стороны подопечного тоже, да, не только волонтера корректировать, но и подопечного. И иногда, вот, например, в том же самом ДДИ мы ребятам стараемся, старшим, которые к нам присоединяются во время прогулок, да, потому что они очень открытые ребята, и мы стараемся с ними тоже вот это проговаривать, да, что это мое, ты можешь у меня попросить, но не значит, что я тебе это дам, потому что это вещь моя, да, и вполне возможно, я тебе откажу, потому что я не хочу, потому что это моя вещь. Тебе не нужно обижаться, это не потому, что я тебя не люблю, или ты мне недорог, просто, это мое, и я хочу, чтобы сейчас это принадлежало мне. То есть какие-то вот такие вещи, и они очень, как бы, они это фильтруют, и их это тоже, как бы, немножко развивает. Поэтому иногда говорить «нет», оно бывает полезнее, чем говорить, да. Я хотела бы сказать, что вы, как координаторы, мы все, как координаторы, мы, конечно, должны быть на, ну, на гребне волны. Вот правильно сказала Настя вначале, что ты все время должен, ты все время должен что-то генерить. Благо, есть много чего, да, есть какие-то встречи такие вот профильные, есть интернет. Дети – это те существа, которые не терпят однообразия, да. Если это какие-то творческие занятия, то они должны как-то все время чередоваться, меняться. И вот я, наверное, могу сказать, что вот наша группа в наркодиспансере, они, наверное, да, одни из лидеров по креативу, потому что, ну, допустим, в детской больнице ты можешь прийти каждый раз с пластилином, и трехлетним детям они будут твоими фанатами, потому что каждую неделю они с удовольствием будут что-то лепить из этого пластилина. А вот, например, с подростками, которым 14 лет, ты их уже пластилином не порадуешь и не удивишь. И ребята каждый раз стараются выдумывать что-то, что было бы им посильно, что было бы им интересно, потому что заниматься неинтересной нам деятельностью – это неблагодарный труд, и что как-то подкрепило бы подопечных. Есть ли еще какие-то наши обязанности перед подопечными, как вы считаете? Что мы именно как координаторы волонтерской группы, что мы обязаны, что мы должны делать или не делать по отношению к нашим подопечным? В основном упомянули все. Двигаемся дальше. И четвертый такой базовый блок, четвертое поле, в котором работает координатор волонтерской группы – это, собственно говоря, сами волонтеры. Я специально оставила этот блок, на мой взгляд, как самый важный, поставила его в самом конце, потому что, например, у нас в движении «Даниловцы» мы к волонтерам относимся так. И я когда пришла четыре года назад работать в движении, люди, которые меня принимали, они мне говорили так. Смотри, вот есть движение, вот есть подопечные, между ними стоит координатор. Движение своей задачей ставит заботу о координаторе, поддержку его, развитие, обучение. То есть мы вкладываем в координатора. Координатор вкладывает в волонтеров. Он все то, что вложило в него движение, транслирует на них. Поддержку, заботу, обучение, развитие. А волонтеры, в свою очередь, эту поддержку, заботу и развитие направляют ниже, собственно говоря, на самих подопечных. Поэтому, например, наши с вами клиенты, ну в кавычках, конечно, это не подопечные, а наши с вами клиенты – это волонтеры. Вкладываясь в них, мы вкладываемся в наших подопечных. Потому что если вы, Ань, это может быть, будет ответом на ваш вопрос, хотя у вас ситуация все-таки другая, да, но тем не менее. То есть если вы ставите конечной точкой своей, да, конечной целью подопечных, то вы минуете волонтерскую группу, вы их минуете. Они вам просто не нужны. Вот есть вы, а вот есть подопечные. Подопечные. Вам промежуточное звено не нужно. А если вы будете ставить конечную точку волонтеров своих, то тогда группа начнет потихоньку вокруг вас скрепляться. И вот уже они, их руками вы будете рисовать коридоры для подопечных. То есть наша целевая аудитория – это наши волонтеры. И чтобы человек не потерялся на пути, да, вот этим долгом, мы как координаторы, мы его должны с первых шагов курировать. Причем это кураторство, оно может начинаться прямо в тот момент, когда вы от движения получили вот этого новичка. Ну, например, я здесь поделюсь опять же нашим опытом, может быть в каких-то фондах или организациях он другой. Человек приходит на собеседование, заполняет анкету, дальше он направляется в группу. Координатор получает контакты новичка, и дальше они уже взаимодействуют с ним напрямую, да. Движение направило к нему человека, дальше судьба этого человека, она по сути в руках координатора. И вот долгим ли будет ваш совместный путь, это уже во многом зависит от вас. Не на сто процентов, но во многом зависит от вас, потому что все-таки свободу выброса самого человека мы не отсекаем. И иногда очень много зависит прямо от того, как вы человека на первых шагах принимаете, как вы обеспечили его вход в группу, все ли ему понятно. Потому что, опять же, как человек, который проводит собеседование, людям очень страшно, очень. Потому что большинство людей приходит, не имея никакого волонтерского опыта. Все, что они имеют, это только ожидания и представления, которые у них живут вот здесь. А эти ожидания и представления, опять же, спрашивая их, они бывают очень далеки от действительности, очень. То есть я когда спрашиваю людей, а как вы думаете, что вот вы там увидите, да. Человек мне говорит, ну и вот я приду, и я почитаю бедному ребенку книжку, и он будет счастлив, и его глаза засветятся радостью. И тогда я уйду домой с пониманием, что день прожит не зря. То есть все такое зефирное, такое мармеладное, такое благостное. И когда человек приходит в больницу, он ощущает все эти запахи. Или вот, допустим, к нам в ДДИ, да, там тебе не парфюмерная фабрика. Вот, когда он может видеть детей с последствиями тяжелых операций, которые, ну, давайте будем честны, неэстетично выглядят, да, иногда даже страшно смотреть. Или вот, допустим, наши ребята в ДДИ. Ну, не каждый готов просто даже, ну, как бы, ну, не каждый готов выдержать, да, внешне вот это вот. И поэтому, как бы, человек, приходя вот с этими зефирными ожиданиями в эту суровую действительность, он, конечно, очень быстро и ломается. И все, вы его потеряли, и вы даже не поняли, а почему вы его потеряли. Поэтому, на мой взгляд, залог успешного вхождения человека в группу – это ясная вводная информация, да, что его ждет. Где и когда вы встречаетесь, какие-то контактные телефоны, как добраться до учреждения, чему будет посвящена встреча, какие могут быть минусы, какие плюсы, какие могут быть, может быть, сложности. Кто будет там рядом с ним, кому ему обращаться, если он почувствует, что он устал, что он не справляется, что он, может быть, сделал какую-то ошибку. Какие вещи с собой брать, а какие брать категорически запрещается. Иногда такие ограничения есть вот у нас, допустим, или в наркодиспансере, или в Можайской колонии для несовершеннолетних. Там есть что-то, что вы, может быть, сами не подозреваете, принесете с собой, а будете иметь очень большие негативные последствия. Потом и для группы, и для вас, и еще для подопечных. Конечно, вам нужно вкладываться в команду, потому что ни вы один, ни волонтер один, он ничего сделать не может. Конечно, это очень сложно, но я бы все усилия, наверное, сосредоточила на этом. Конечно, команда так просто не складывается. Людей нужно объединять. Во-первых, у них есть занятие, ради которого они все там. Но еще очень важен личный фактор, что он не просто пришел, и он не просто обслуживающий персонал для ребенка, он еще в пространстве единомышленников. Пробуйте, может быть, создавать какие-то традиции у вас в группе. Пробуйте, может быть, нового человека как-то особенно отмечать и особенно выделять. Представляйте его, дайте ему возможность рассказать о себе, когда он приходит в вашу группу. Подумайте, может быть, о каких-то маленьких забавных традициях, которые вы у себя в группе заведете. Пусть это будет, там, я не знаю, что-то смешное. Опять же, подумайте об этом со своей группой. Привлекайте людей. Для того, чтобы человек комфортнее чувствовал себя в этом пространстве, нужно уделить ему внимание. Подумайте о том, как вы можете его поддержать. К примеру, у нас есть группа благотворительных ремонтов. Я помню, мы как раз такие традиции придумывали для них. Как новичков, потому что там свои сложности. Человек пришел, он должен целый день в краске, в побелке дышать какими-нибудь этими фенолами. Подопечных там никаких нет. Ради кого он тут старается, он тоже не видит. Поэтому там тоже свои сложности. И люди тоже выгорают, люди тоже в команду не очень формируются. И вот я помню, как мы придумывали, что, допустим, каждый новичок, он там получал, ему складывали бумажную вот такую, знаете, пилотку из газеты. То есть и такая была какая-то, завели они такую фишку, что вот ты приходишь, и ты получаешь вот эту переходящую пилотку, которую там как-то все расписывали. То есть какие-то маленькие такие штучки, какие-то там, не знаю, конфетки, бантики, рюшечки. Придумайте, подумайте над тем, да, как вы будете людей, может быть, отмечать за их первое посещение, за их десятое посещение группы. Подумайте над возможностью в наших группах, очень в некоторых, да, распространена такая традиция, что после совместного, после вашей совместной работы, они куда-то идут вместе в какое-то кафе. То есть все равно все идут к метро и заходят куда-то в какое-то бюджетное муму, и час люди посвящают себе. Понятно, что не каждый может там в этом принимать участие, но все равно пусть два-три человека вместе с вами, да, пусть они там будут. И потихоньку люди в это пространство, они будут втягиваться, да. Дни рождения, попробуйте вы как координатор, да, поздравлять, попробуйте в вашей группе, если вы можете создать группу в Фейсбуке, ВКонтакте, попробуйте поздравлять с днем рождения. Не просто номинально как-то, да, а расскажите что-то интересное про этого человека. Попробуйте его как-то поздравить, пусть, опять же, как-то незначительно, да, пусть что-то будет несущественное, но выделите человека, да, чтобы он не чувствовал себя винтиком, да, чтобы он чувствовал себя именно участником этой группы. У нас в движении существует раздел, он называется «Наша команда», там лица наших волонтеров, они прямо представлены, вы можете зайти и посмотреть, там можно посмотреть, кто, собственно говоря, эти даниловцы, чем они так уникальны. Там про наших волонтеров вы можете узнать много интересного, потому что каждый волонтер, он о себе такое небольшое резюме составляет, да. Попросите вашего человека, скажите, почему это важно, да. Люди очень ценят это, они очень откликаются и с большим удовольствием они вам пришлют свои фотографии, свое резюме, которое вы можете разместить тоже на сайте. Это будет, ну, знаком внимания для человека, да, что он именно команда этого фонда, он именно команда этого движения. С другой стороны, это будет очень хорошо работать на привлечение новых волонтеров, потому что, опять же, новички, которые заходят на сайт, и они, ну, особенно вот мы, организация, хоть и общественная, но некоторые, тем не менее, как-то подспудно боятся нашего названия, нашего соседства с Даниловым монастырём. Многие, значит, считают, что тут все ходят в чёрных юбках допят, значит, с опущенными глазами, значит, вместо приветствия друг другу говорят, значит, там, простите, благословите. Вот, и когда человек заходит на страничку, где он реально видит лица этих людей, читает, что, пожалуйста, актриса театра Индаганки, пожалуйста, стюардесса Трансайра, пожалуйста, кандидат математических наук в МФТИ, пожалуйста, значит, там, я не знаю, ещё кого только у нас нет. И когда он видит, что это такие же люди, как и я, да, ему проще сделать этот шаг по отношению к вам. Очень важно быть на связи с человеком, особенно в первые дни, пока он делает свои какие-то первые шаги в группе. И вот здесь вы, как координатор, очень нужны новичкам, очень. Вот, например, я могу сказать, что мы прогулки организуем, да, тем людям, тем координаторам, которые какой-то делают совместный процесс, им проще, да, они тут все друг у друга на виду. А у нас с колясками все разбрелись, и вроде как бы, как там человек он, что там с ним происходит. Я, как координатор, я даже вот стараюсь не брать себе коляску, да, я стараюсь во время прогулки курсировать между всеми волонтёрами и быть с каждым по 5-10 минут. Как у тебя дела? Как твой подопечный? Тяжело? Как реагирует? Нашли ли вы с ним контакт? Поделись, расскажи. В конце, ну, я обязательно обнимаю всех ребят, говорю спасибо, потому что, ну, это тяжело, это непросто. Будьте рядом, потому что человек, который приходит, ему очень страшно, он очень боится. И вы тот человек, на который он может опереться. Дайте ему эту поддержку, дайте ему эту заботу. Настя сказала о том, что очень важно растить людей, потому что, ну, все мы живые люди, действительно, мы можем устать. И я для себя такой возможности не исключаю, что пройдёт ещё сколько-то времени, и я, наверное, скажу, друзья, как это, как сказал наш президент Ельцин, «Я устал, я ухожу». Вполне возможно, и я произнесу скоро эти сакраментальные слова, но то детище, которое вот как бы появилось, да, конечно, я не хочу его бросать. А чтобы было на кого его переложить, да, растить себе, грубо говоря, смену, нужно уже сейчас. Пусть эта смена, она никогда не наступит, может быть, вы ещё там 5 лет будете координаторствовать, но всё равно иметь в своём активе тех людей, на которых вы можете опереться, потому что вы можете заболеть, да, вы можете уехать в отпуск. Это нужно уже сейчас. Причём развивать и растить людей можно очень по-разному, да. Делегируйте им. Делегирование – это очень большое доверие. Когда вы человеку что-то делегируете, что-то поручаете, конечно, он может это воспринять как то, что вы его нагрузили чем-то, да, но если вы делаете это грамотно, то это, скорее всего, будет воспринято человеком очень хорошо, как доверие к нему, да, доверие провести занятия, доверие закупить материалы, доверие сделать обзвон всех волонтёров или разослать всем смс-ки, доверие подумать над списком новогодних подарков, да. Вот, например, сейчас мы встречались с нашей группой, я говорю, девчонки, как мы будем Новый год для наших подопечных, да, вообще нужно ли что-то нам, я говорю, я не знаю, у меня там своих детей нет, я в окружении там каких-то племянников там тоже нет, я просто не знаю, что детям как бы вот нужно бывает, как вообще это бывает, да, давайте будем вместе. Я говорю, вы сможете через неделю подумать, набросать список идей, да, мы через неделю с вами обсудим. Девчонки отличные придумали идеи, да, то есть я это перекладываю на них. Есть и люди, которые интересуются вообще, да, то есть они приходят вот в это, и они начинают интересоваться. Опять же, помогайте им, давайте им пищу для роста, давайте им направление на какие-то мастер-классы. Если вы координатор, давайте направление, иногда требуют направление на обучение, да, вы можете, может быть, делитесь какими-то полезными ссылками. У меня вот в группе появилось два человека, которым реально это интересно, да, именно социально. Они начинают закупать какие-то книги, читают, обмениваются ссылками, ходят на какие-то встречи. То есть они в этом направлении уже стали сами прогрессировать, да, то есть что-то я им там набросала на первых порах, а потом они дальше уже пошли сами. Вот, они ходят на какие-то дополнительные обучения. То есть людей нужно как бы в этом деле, те, кому это интересно, их тоже нужно растить. Может, что-то еще не сказала? Что вы можете из своего опыта добавить? Десять минут у нас остается. Что-то еще про волонтеров? Ага, да. Важно, просто хочу спросить и прокомментировать. Вот волонтеры, которые приходят, не могу успеть, возьмем ее, даем ее за отделение. И что прекрасные люди, молодые, ну, раз, по правилам, молодые, что мы говорим, они не знают, где коляски в тормстве. И узнают это они из опыта, что они не знают, где тормозит. Потому что, ну, только делаю бы я, я сейчас, даже секунду, пошла, открываю дверь, я там укладываю, коляска едет. Ну, все слабо, как бы, всякие. Но зачастую простые вещи про лени, про тормоза, потому что иногда в полярске не так просто обновляют тормоз, они бывают веры. Ну, это в том числе и задача координатора, да? То есть дать вводную информацию. Вот это входит вводную информацию? У нас? Да. У нас входит вводную информацию о том, что если, как бы, какие наши подопечные, да? Какие у них бывают особенности, как с ними лучше себя взаимодействовать, какую информацию нужно получить от сотрудника. Нужно ли, бывают ли приступы у ребенка, как с ним себя вести, требуются ли ему салфетки. Если начался приступ, что мы делаем, что ребенок не любит, да, прикосновения. То есть азы работы с ребенком, взаимодействия с администрацией, что нужно с собой принести, что нужно спросить, это есть вводная инструкция у волонтера. Про тормозы? Про тормозы, конечно, там нет. Например, коляски, в которых мы катаем, это простые советские коляски, то есть там без тормозов. Синие, да, синие, красные коляски, вот такие советские, там нет никаких тормозов, да. Ну, в любом случае, как бы, Юль, я предлагаю сейчас, как бы, эту тему, да. Мы сейчас завершим и можем, если хочется, потом на 10 минутах задержаться. Конечно, мы сейчас с вами большую часть уделили теме, что и кому должен координатор. Мы поняли, что координатор должен всем, вот столько, да. И, собственно говоря, вопрос, а в конце родился логичный, а, собственно говоря, что и кто мне может помочь в этом процессе. Потому что мы поняли, что, конечно, это деятельность, которая много плюсов несет лично для тебя, да, много роста. Есть много обязанностей, которые ты получаешь, если ты соглашаешься на эту работу. Но и поддержка, она тоже должна быть. Вот я с вами тоже в заключении хочу поделиться теми источниками, из которых вы можете для себя черпать какую-то поддержку. Во-первых, это ваша организация. И здесь, конечно, бесспорно, работа в организации, она не сравнится с фрилансом, потому что в организации есть ресурсы, которые бы вас поддерживали. Если говорить о Даниловсах, у нас есть психолог, который раз в месяц встречается с волонтерами. У нас есть Лидия Андрея, которые работают с волонтерами по обучению, по сопровождению волонтеров. Они проводят раз в месяц обучающие тренинги. Если вы сотрудник организации, то вы вполне можете опереться. Или если ваша организация вам такую поддержку не предлагает, вы можете ее инициировать. Но не стесняйтесь выходить с этой просьбой к вашей администрации. Тем более у благотворительных фондов, все-таки мы добровольческое движение, у нас очень скудные бюджеты. В благотворительном фонде возможности немножко другие финансовые. И я не исключаю, что вы можете для себя выхлопотать, допустим, лично для себя, консультации психолога раз в неделю, раз в две недели, если вам это необходимо. Просите этой помощи у организации, опирайтесь на нее. То, о чем я уже сказала, перекладывайте свою ответственность на ваших волонтеров. Это сделает их действительно более ответственными. Кто-то может, грубо говоря, слиться. Относитесь к этому нормально. Это просто не тот человек, на которого вы можете опереться. Но есть люди, которые могут вам это плечо составить. Опирайтесь на людей, на ваших. Вы один, все в одиночку, вы не вывезете. Делите эту ответственность. Просите поддержки от учреждения. Вот здесь я в качестве плюса могла бы назвать подписание договора с учреждением. Знаете, с одной стороны, это будет для вас гарантией, что вас оттуда не выбросят. А такое часто бывает. Попросите учреждения подписать с вами соглашение. Есть типовые формы, несложно их в интернете достать. Но когда это будет заключено, двухстороннее соглашение, это будет для вас некой гарантией того, что вы находитесь на законных основаниях. Это будет гарантией того, что у вас есть какой-то куратор, к которому вы можете обратиться. И это будет для вас гарантией, что там прописаны обязанности сторон. То есть если вы подписывались, грубо говоря, на проведение творческих мастер-классов, то администрация учреждения, она уже не в силах попросить вас мыть туалеты. Потому что в соглашении этого нет. И это для вас такое может быть очень хорошим подкреплением. Выходите вовне. Много очень мероприятий, как мы уже сказали, да, где вы можете вот этими идеями напитываться. Больше уделяйте себе внимания. Знаете как, я когда вот раньше проводила для новичков обучение, да, я им задавала такой вопрос. Вот вы летите в самолете, и там проходит предварительно такой вот инструктаж, да, стюардесса выходит и говорит там технику безопасности. И вот она говорит, что если какая-то случается нештатная ситуация, да, и вы летите с ребенком, выпадают маски. На кого нужно одеть маску в первую очередь? На себя или на ребенка? Вроде парадокс, да, ребенка же нужно спасти в первую очередь. Маска нужно обеспечить в первую очередь себя. Потому что если вы задохнетесь, ребенок задохнется вместе с вами, никто ему не поможет. Поэтому в первую очередь вы, как координаторы, позаботьтесь о себе. Потому что если вы сойдете с рельс, то вслед за вами все дело, оно тоже пойдет под откос. Поэтому отдыхайте, вкладывайте в себя, и не забывайте, что волонтерство – это всего лишь часть вашей жизни, да. И еще, наверное, в самом конце я хотела бы сказать, что есть такие, может быть, плохие слова. Они называются безответственность, как-то, не знаю, там, бесшабашность. Знаете, ну, в малых дозах яд, он бывает лекарством. Вот, поэтому иногда в очень малых и разумных дозах нужно позволять себе отпускать процесс, да. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Потому что людям, работающим в благотворительности, им очень свойственна гиперответственность. Нам кажется, что если не мы, то никто. Мы сейчас все собой накроем, мы всех спасем, мы защитим мир. И я больная, я уставшая, но я пойду к детям, потому что дети ждут. Они без меня не смогут жить. Они смогут без вас. И волонтеры смогут без вас. Отпускайте иногда людей, да, если человек, как бы, к вам не прикрепляется. Отпустите его со спокойной душой. Ну, он просто не ваш человек. Отпускайте иногда ситуации, да. Но если вы видите, что вы не можете, там, как бы, наладить процесс. Ну, знаете, иногда здоровую, здоровую, как бы, долю цинизма. Нужно даже в нашей гиперответственной работе, да. Допустим, случился у ребенка приступ. Ты не понимаешь, с чем ты ему можешь помочь, да. Ты что-то сделал не так, да. Ты, наверное, какое-то слово сказал. Или, может быть, какое-то действие. Иногда, знаете, не нужно себе эти, просто задавать вопросы. Ты ребенка идешь, сдаешь назад, да. Ребенок успокоился, все, не голодай себя за эту ситуацию, да. Или, там, вы в больнице предложили, там, ребенку поиграть. Он, там, не воспринял. Отпускайте, позволяйте себе иногда легче относиться, как бы, к нашему делу. Это просто позволит вам дольше сохраняться в этом процессе, да. Не выгореть, потому что все мы в группе риска. Ну, мы уложились, да. Может быть, у кого-то какие-то вопросы остались. Потому что, конечно, мы прошлись по верхам. Не знаю, здесь я, наверное, хотела бы, с вашего позволения, спросить Николая. Потому что, что он скажет по поводу, был ли что-то для него ценным, как все-таки для человека нового. Для меня вообще все, от первого года. Заканчиваясь сейчас, я все записал. Хорошо, да. Есть ли что-то, что, может быть, спросить хочется, да, Аня? Очень есть, что очень хочется спросить. Вопрос отбора волонтеров. Да. Вот этот вопрос очень беспокоен, потому что я, ну, то есть, так вкладывается ситуация, что я никогда волонтеров не отбирала на основании их, то есть, по мне всегда приходили нормальные люди. Но я никогда не подпускала, ну, то есть, у нас не было взаимодействия с детьми. А сейчас в каком-то ближайшем будущем планируется, что я буду заниматься подбором волонтеров для того, чтобы они занимались в том числе с детьми. И вот этот вот вопрос, кого можно, кого нельзя, на каком основании, о чем их спрашивают. То есть, вот отбор, чтобы отсеять неблагонадежность, скажем так, людей, которых не стоит подпускать к детям, вообще отпускать в больницу. Но вот как это происходит и на что обращать внимание? Ну, Ань, у нас, вот, например, я опять же здесь буду говорить мы и нас, и у нас, потому что, ну, просто, ну, вот это наш опыт, да, может быть, у кого-то он другой. У нас отбор волонтеров, он такой двуступенчатый. Первичный произвожу я на вступительном собеседовании. И дальше следующий этап, это уже волонтер в координаторской, волонтер в группе, в волонтерской группе, да. И дальше уже право этого отбора, оно за координатором, и здесь, может быть, поделится вот там Настя, да, своим каким-то личным опытом. Про вводное собеседование я могу сказать так, что вы никогда, ну, грубо говоря, ну, давайте там, не знаю, человека с какими-то дурными намерениями, практически вы его не сможете вычислить. Давайте мы тоже не будем как бы на себя брать какие-то повышенные обязательства, да, мы не прозорливцы, да, мы можем человека оценить по каким-то внешним там параметрам, сбивчивая речь, какие-то, может быть, там, странности в поведении. По этим внешним параметрам, конечно, вы можете человеку отказать. И просто отказать на основании своего личного мнения, да, сказать, прошу прощения, да, я не могу вас допустить до следующего этапа, ну, здесь вы вполне, как бы это смешно не звучало, да, вы вполне можете сказать, вы не внушаете мне доверия. Раз вы мне, как координатору, не внушаете доверия, я с вами не смогу работать, я вам рекомендую попробовать свои силы в другой организации, да, прошу меня простить, желаю вам удачи. Отказать вы человеку имеете право в любой ситуации, на первом этапе, Настя имеет право отказать координатора, Георгий, координатор в пансионе семейного воспитания, наш тоже, он имеет право отказать волонтеру вообще без объяснения причин, да. Если он просто чувствует дискомфорт, потому что группа и его спокойствие как координатор, оно превыше, то есть если с каким-то человеком некомфортно, вот, но бывают и обратные ситуации, вот, допустим, ко мне приходят на собеседование, мне человек, он мне кажется странный, да, вот, как бы, у меня какая-то тревога на его счет. Я звоню координатору и говорю, Лёш, к тебе вот такой человек отправляется, присмотрись, пожалуйста, ладно, и спустя там месяц, допустим, да, мне Алексей говорит, слушай, это клад вообще, мы так счастливы, вообще 100% наш человек, он так раскрылся, он так супер, супер. Вот, знаете как, что вот еще здесь могу сказать в наши плюсы, мы работаем группой, мы приходим группой волонтеров, группой детей, мы не остаемся наедине с несовершеннолетними подопечными. Это прописано в наших правилах, это категорически запрещено, мы все должны быть друг у друга на виду, вы можете, если вам это поможет, к нам на сайт, в раздел документа заглянуть и почитать правила наших волонтеров, которые мы даем для ознакомления. Зайти к нам в раздел на сайт Даниловцы и посмотреть, как выглядит наша анкета, что мы спрашиваем. На вступительном собеседовании мы еще берем паспортные данные у человека в обязательном порядке. И еще раз повторю, что всегда финальное слово за координатором. Я могу человека пропустить, но если координатору с ним некомфортно, он вполне может с ним расстаться. Поэтому чувствуйте себя здесь свободно, не чувствуйте себя в зависимости от людей, вы набираете себе команду, вы формируете команду. Не возле вас собираются какие-то малопонятные люди, с которыми вам неуютно, а вы подбираете людей под себя. Другое дело, что, конечно, нельзя так, ты мне не похож, и ты мне не похож, и ты, и ты, и ты. И вот тогда, значит, вот, то есть, конечно, умение как-то выстраивать, да, оно важно, но все-таки финальное слово, оно за вами. Помните это, чувствуйте себя комфортно, да. Да. Помните это, если другой человек говорит, слушай, что-то вот не то. И вдвоем всегда умеется на это прийти к какому-то мнению, что вот до этого у нас произошло не один человек, и, ну, как бы, было сложно. И, в общем, она действительно говорила, что одно, это вот нереально. И мы действительно смогли очень многие проблемы решить с обеседованием. И мне кажется, ты не знаешь, что, когда они один, а один человек, мы с говорили так, да? Да, 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 хорошее наблюдение, да, может быть, это вам будет полезно.